шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы китиса нам известно что название недельный глав как правило содержит намек на содержание всей главы глава китиса дорогие друзья является одним из исключений учитывая то что слово тиса может означать прощение или нести или поднимать или приносить клятву или принимать или даже проводить перепись населения наша недельная главе говорится об одном из самых трагических событий из нашей истории после великого откровения когда народ услышал голос творца возвестивший ему 10 заповедей машера бейну поднялся на гору сина чтобы получить тору творца и передать ее народу он пробыл там 40 дней и у народа не хватило терпения дождаться возвращения своего учителя и вождя и увидел народ что все еще нет маша которому пора уже спуститься с горы и насели люди на арона и потребовали давай сделай нам бога который пойдет перед нами потому что этот человек маша который вывел нас из страны египетской пропал и мы не знаем что с ним случилось шмо 32 1 в этот момент машера бейну слышит приказ иди вниз ибо возвратился твой народ который ты вывел из страны египетской шмо 32 7 они сделали себе золотого тельца как вы правильно догадались дорогие друзья почему же после греха золотого тельца всевышний обратился к машера бейну с призывом взять пожертвования половину шекеля для строительства мешкана храма в пустыне спросите вы меня давайте попробуем разобраться начнем мы с того что наши мудрецы объясняют ту легкость с которой народ только что выслушавшие слова всевышнего не делай себе никакого извояния и пусть не будет у тебя других богов впал в грех идола поклонничества тем что психологическая зависимость нашего народа от египетских культов оставалась еще сильной а бык телец являлся традиционным объектом поклонения у египтян народ не намеревался служить идолом но и не мог удержаться от соблазна создать зримую и осязаемую форму символизирующую творца и поклоняться ей вчерашним рабам трудно было поверить в то что всевышнего нельзя не увидеть не пощупать в то время как физические представления о физических объектах вместилищах высших сил казались единственно правильными и возможны и повернулся маши стал спускаться с горы и две скрижали свидетельства в руках его а скрижали те были созданием всесильного и письмена на них были письменами всесильного вырезанными в скрижали и было так когда он приблизился к стану и видел золотого тельца и пляски вокруг него запылал гнев маши и швырнул он скрижали который нес в руках и разбил их под горой шмо 32 15 до 19 медраж рассказывает что всевышний одобрил поступок маши хвала тебе что разбил ты скрижали народ совершил ошибку объявив дело рук своих воплощением творца лишь столь драматический жест как уничтожение скрижали смог отрезвить впавших греховное безумие народ разбив скрижали маши тем самым сохранил написанная на них чтобы исправить эту провинность творец дал им еще одну возможность построить храм с кинью и первым шагом они должны были собрать пол шекеля как написано в нашей главе в начале когда будешь исчислять сынов израиля пусть каждый из них принесет половину священного шекеля за душу свою и не будет им вреда от подсчет медраж берет шит раба двенадцать три говорит что услышав эти слова маши в изумлении отскочил в сторону ведь ему стало непонятным как пол шекеля может искупить грех поклонение золотому тельцу надо отметить что этот случай один из трех случаях о которых говорит медраж маши в изумлении отскочил в сторону три раза два других момент дарования заповеди о строительстве святилищ он не мог понять как можно построить дом для того кого и вселенная не может в себя вместить и заповеди о жертвоприношениях он не понимал чтобы выразить всевышнему благодарность было бы мало принести ему всевышнему жертву всех животных на земле но всевышний успокаивает маши то чего я от вас требую по вашим силам они по моим почему же заповедь о половине шекеля так удивило нашего учителя маши может быть он не верил что материальное приношение может искупить грех нет он уже знал об искупительной жертве дело вот в чем дорогие друзья искупительная жертва приносится добровольно как и все приношения в храме потому думал маши она и может искупать грехи а вот пол шекеля дорогие друзья народ должен обязан был принести как же принудительное приношение может очистить душу от накипи греха удивился маши мидраж продолжает извлек всевышний огненную монету из-под престола своего показав ее машей сказав вот такую монету пусть принесут эти слова звучат как ответ на вопрос маши тем самым всевышний как бы говорит маши ты прав если бы ты их просто заставил принести монеты в пол шекеля это не смогло бы повлиять на их душ но монеты которые они принесут будут не простыми а огненными то есть приношение будет исходить от божественной искры в душе каждого из них становится понятным также лишняя на первый взгляд деталь извлек всевышний огненную монету из-под престола своего ведь в каббале говорится о том что именно под престолом всевышнего источник всех душ и потому даны человеку духовное состояние подъемов возвышений ольет и спусков падение еридот относительно его оценки духовного и материального и человек обязан верить что как возвышение так и падение происходит от влияния на него свыше но одновременно с этим человек обязан сказать себе что если не я себе то кто поможет мне теперь нам становится более понятным что смысл храма и пожертвования на него состоит в том чтобы он стал символом раскаяния вызванного любовью те кто прошлом давали золото для золотого тельца теперь должны были пожертвовать на строительство храма всевышнего и направить силы своей души на добро духовное совершенство человека состоит из двух частей из желания ощущение недостатка и света исполнения этого желания то есть наслаждение поэтому когда человек молится твору творцу об исполнении своего желания это называется половина то есть создание настоящего желания чтобы получить исполнение от творца и создание такого желания зависит только от человека то есть эту половину создает только человек а вот вторая половина находится полностью во власти творца что означает что творец дает созданное человеком желание, наслаждение, духовный свет и получается полное, совершенное духовное творение. Человек, способный подавить в себе дурное, прекратить творить зло, совершает раскаяние, благодаря испытываемому им трепету. Тот, кто сумел направить дурное качество во благо, совершил раскаяние от любви. Тем самым дается надежда, что Всевышний даст людям новые духовные силы, которые позволят совершенно иначе воспринимать мир. Проявится духовная составляющая, значение заповедей будет очевидным и народ приблизится к Творцу. Этого я нам всем и желаю. Брахава слаха, много сил, будьте здоровы. Шаббат шалом, ваш Равин Каплан.